Субтитры сделал DimaTorzok У нас есть забитая чашка, мы забили табак в Эдж, и у нас есть кальян МакЛауд, но как вы заметили, у меня нет в кадре ни Калауда, ни фольги, но есть угли. Поэтому сегодня мы будем брать за место Калауда и фольги вот такие вот вещи. Помогут вот эти вот предметы, и с этого, собственно, дерьма мы будем курить. Что у нас здесь? Толкалка для картошки, чтобы ты делал свое хуенное любимое пюре. Мы это будем использовать как место фольги. Вот такая вот ситочка, когда ты фильтруешь свое дерьмо на наличие посторонних предметов в твоем кале. Вот такая вот мамкина терка. Это самое, наверное, универсальное средство для курения. Можно регулировать разными сторонами тягу, так что ее. И вот такая вот ситочка для раковины. Главное, не забудь купить новое, то мамка даст тебе пизды. Так, собственно, угли у нас уже готовы. И первым на тест-драйв идет вот такая вот терка. И мы посмотрим, будет ли она куриться или нет. Так что сейчас мы в нее положим угли, дадим немного прогреться. И, собственно, попробуем все это взорвать. Так, мы немного прогрели. И если судить, то дым идет. А если есть дым, значит мы движемся в правильном направлении. И сейчас совсем скоро мы будем уже раскуривать нашу терку. Тиф подтвержден. А через терку курить можно. И вот вам прямое доказательство, когда у тебя нет дома ни фольги, ни калауда. Курица очень приятно, не горит. И как бы не чувствуется, что здесь какой-то подвох. Единственное, не забудь помыть терку перед курением. Вот так вот, терочка подтверждена. Идем дальше. И следующим у нас будет толкалка для пюре и картошки. А чистоты эксперимента мы отстудили нашу чашечку, чтобы не получилось так, что наша чашечка курилась бы от того, что мы курили на чем-то прошлом. Вот маленькое доказательство. Дыма нет, поэтому мы приступаем к нашей толкалке. Погрузили мы угли на борт нашей толкалки. Я не знаю, как она правильно называется. Толчалка. Но не суть. Сейчас немного дадим прогреться и попробуем, собственно, это раскурить и проверим, можно ли покурить на этой штучке или нельзя. Ну что, настало время проверить, будет ли это куриться или нет. Это курица и сука довольно-таки неплохо. Запоминай. Даже в самых суровых условиях всегда можно покурить кальян. Так что толкалка проходит данный тест. Я не знаю, что испробовать первым. Либо сито, либо вот эту металлическую штучку. Я думаю, скорее всего, вначале мы сейчас загуглим сито, затестим. А в следующем у нас будет вот эта штучка для раковины. Давайте все-таки начнем все это делать. Главное, чтобы она держалась. И, скорее всего, мне, наверное, придется это все придерживать. Либо, когда мы сейчас поставим на нее угли, она будет как-то стоять. Думаю, трех угольков будет достаточно. Нормально она встала. Но здесь большое просто... Вот. Вот так вот будет в самый раз. Давайте все-таки накинем четвертый уголек, чтобы жара было больше. И она перекрывала... Нет, все-таки мне придется поддерживать. Но ничего страшного. Сейчас мы это все прогреем и попробуем взорвать это. Пока не переключайся. Ну так вот. Это тоже курица. Я уже проверил. И сейчас попробую показать это вам. Немного пропускает, но дыма все равно много. Ситочка не подходит для курения, потому что с ним начинает сильно гореть. Лучше все-таки терка, либо штучка для давления, собственно, картошечки. Но у нас есть еще один вариант, и мы его сейчас, собственно, тоже испробуем. Это можно курить, но нужно очень хорошо утрамбовать табак, так, чтобы он не доставал до ситочки. Ну и наше последнее. Это штучка для раковины. Я ее точное название не знаю. Или ты знаешь, напиши в комментарии, как это все называется правильно. Так вот. На двух углях курица совершенно идеальна. Просто три угля будет слишком много, а вот два угля в самый раз. Так что вот так. Так что вот так. Это дава дым. Это вот такой вот эксперимент. Давно хотел снять такие вещи, потому что никто вроде такого не снимал. И теперь ты знаешь, как в полевых таких условиях ночью без фольги и коллауда забить охуенный кальян для своих телочек, которые тусят вместе с тобой. Подписывайся, ставь лайки и пиши комментарии, что ты думаешь по всей этой хуйне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова